Добрый день, дорогие друзья! После выхода к раннему моему интервью интернет-каналу Сталинград, который получил очень большой резонанс в республике, мне много стало обвинений приходить со стороны разной структуры, службы по поводу голословности, вещей, которые я говорю. Вот чтобы не быть голословным в этот раз, я возьму некоторые документы и будем разговаривать по существу. Вот первый документ, который мне хотелось озвучить. Это перечень поручений по вопросам противодействия распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах Российской Федерации, который был издан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Его можете посмотреть в интернете, он есть в открытом доступе, где говорится о разных мерах выплатов разным категориям граждан. В частности, вот, например, есть некий пункт 1 ДПР-665. Я его процитирую просто, чтобы потом не говорили, что я что-то перекручиваю. Выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года гражданам, признанным в установленном порядке, безработным после 1 марта. Пособие по безработице в максимальном размере, в скобках, независимо от условий признания гражданина безработным, а также выплату гражданам, призванным безработными, имеющим несовершеннолетних детей в количестве 3000 рублей в месяц на каждого ребенка. То есть, в этом пункте говорится, что глава государства сказал, что каждому безработному за вот 3 месяца, апрель, май и июнь, будет выплачено пособие, там, в полном объеме, в количестве одного мрота, и по 3000 рублей на каждого ребенка. Ну, не бог весть, какие деньги, но чем может государство, тем помогает. У нас не такое богатое государство, да? Ну, хорошее же предложение. По телевизору все его наверняка видели, на весь мир оно прозвучало со всех экранов, по всем телеканалам. Как во исполнение этого, так сказать, поручения президента, правительство Российской Федерации выпускает постановление. Это как приложение идет к этому. В котором говорится, цитируют, по поводу вот прочитанного мною выше пункта. Пункт первый. Установить, что гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по безработице в апреле-июне, апрель-май-июнь 2020 года, устанавливается в размере 12 130 рублей. Ну, в размере МРОД. Хорошее предложение, одно и второе, да? Казалось бы, ничем два текста друг от друга не отличаются. Но, если брать нашу республику, согласно поручению президента, вот эту категорию в республике на 1 марта попадало, ну, я вот посмотрел по статистике, тоже в открытых источниках это есть, порядка 7500 людей. 7500. То есть 7500 людей в нашей республике должны были получить по 12 тысяч рублей в месяц, и у кого есть еще маленькие дети, по 3000 рублей на каждого ребенка. 7500. Согласно постановлению Российской Федерации, в эту категорию уже попадает не 7500, а 1500 человек. Еще раз. Согласно президенту Российской Федерации, должно было попасть 7500 человек. А согласно постановлению правительства, которое вышло след во исполнение этого указа президента, уже попадает 1500. То есть 1500 человек в республике получило. А в чем заключается нюанс, скажете вы? Ну, все же, как бы, формулировки одинаковые, а все, как говорится, как это, дьявол кроется в мелочах. А мелочь в следующем. Что президент сказал, в кавычках, в скобках, независимо от условий признания гражданина безработным. То есть, неважно, никакие условия не важны. Человек стоит на учете, все, он получает деньги автоматом. Тут же сказано, признанным в установленном порядке. И вот на этом признанном в установленном порядке 6000 человек оказались за бортом. То есть не получили эти деньги, которые президент пообещал им с экранов телевизора. И эти 6000 человек приходят и требуют свои деньги. И скажите, не кто здесь виноват? Я, блогеры, которые это освещают, вот здесь кто виноват? Это президент. А это его правительство. Я ничего не хочу говорить. Не хочу строить никаких конспирологических теорий. Но вам это на саботаж не похоже, нет? Это не похоже на то, что я говорил в своем прошлом видео, игра системы против лидера. Когда Элла Панфилова выступает на пресс-конференции и говорит, неважно, можете не ходить на голосование за поправки в Конституцию, потому что она уже и так принята. И это чисто формально. Это что, не об этом речь? То есть я тоже фантазирую, когда говорю, что система играет против лидера. Вот вам, пожалуйста. Это вам документы. Вы же любите документы? Вот документы. И кто смотрит меня, дорогие друзья, из разных других регионов Российской Федерации, просто посмотрите статистику в своем регионе. Сколько на 1 марта у вас было безработных, стояло на учете в службах занятости, и сколько по факту получило деньги вот эти обещанные президенты? И вы очень сильно удивитесь. А вы теперь возьмите 6 тысяч человек, умножьте на 3 месяца и умножьте на 12 с половиной тысяч рублей. У кого-то там еще дети, еще по 3 тысячи рублей. Так я на ститку вчера, ну, считал, получилось больше 200 миллионов рублей. Понимаете? 200 миллионов. На одной только Северной Осетии, только что касается безработных. И я уверен, что такая ситуация со всеми выплатами. И с медиками, и со всеми остальными вещами, которые обещал президент Российской Федерации. Понимаете? И когда народ возмущается, там, в Инстаграме записывает какие-то заявления, он же это делает не на пустом месте. И это делают эти люди, да, общественники или просто врачи, для того, чтобы раскачивать ситуацию. Они не агенты иностранных спецслужб. Они просто знают, что их президент, глава государства, им пообещал, черным по белому. Эти тексты есть в интернете, можете их посмотреть. А правительство делает вот так. Кто в этом виноват? Я в этом виноват. Если я об этом говорю, это что, я преступник, что ли? Я хочу, чтобы мое государство было сильное. Я хочу, чтобы указы президента исполнялись. Я хочу, чтобы соответствующие структуры как бы выполняли свои обязательства, которые на них возложены. И в это трудное время, те деньги, которые государство и так с трудом нашло, да, оторвало там, от каких-то других важных проектов и передало их людям, чтобы они до людей доходили. Я больше ничего не хочу. Второй момент, который произошел недавно. У моего друга, очень близкого, трагедия в семье. Его невестка умерла от коронавирусной инфекции. Это произошло буквально позавчера. Ей было 42 года. Она работала медиком в Дигоре. Она работала медиком, ей там какую-то там помощь врачебную оказывали. Потом оказалось, что она недостаточная. Женщине стало очень плохо. Мы кое-как с большим трудом договорились, чтобы ее сюда перевезли, там, в реанимацию. Она неделю проезжала на аппаратах ИВЛ. Но, к сожалению, когда она уже поступила, 85% легких уже были поражены. Врачи боролись за ее жизнь очень долго. Там оказывали всестороннюю помощь, но, к сожалению, она скончалась. И вот мой этот товарищ пошел как бы в морг. Ему выписали свидетельство о смерти, в котором написано, что женщина умерла естественной смерти. Понимаете? Свидетельство о смерти. Женщина в реанимации лежала на аппаратах ИВЛ больше недели. Ее привезли из реанимации, она там умерла. Ей написали, она умерла естественной смерти. Я ничего не хочу предполагать. Я никого не хочу обвинять. Но опять же, скажем так, глава государства пообещал, что все медики, которые заразятся коронавирусной инфекцией, работая там, вне зависимости, в каких условиях они заразились. Они заразились на работе. Получают страховку. В случае заражения и выздоровления, в случае смерти получают компенсацию. Я не знаю, родственники, миллион, что-то там, вот такую цифру. Президент озвучил. Опять же, где он это озвучил? Вот здесь он это озвучил. А как это исполняется? И люди возмущаются. На кого они обижаются? Они обижаются на президента. Что вот президент их обманывает. Но президент деньги дал. Вот вам документальное подтверждение. Я не юрист. Я не работаю в органах госбезопасности. У меня нет доступа к государственной тайне. Документы лежат в открытых источниках. И ситуация произошла с моим другом. Я поэтому о ней знаю. А сколько таких ситуаций, о которых я не знаю. И не могу их озвучить. И когда люди об этом говорят, говорят, ну вы что? Вы такие негодяи, вы раскачиваете лодку. Нет, дорогие друзья. Я лично за сильное государство. Я хочу, чтобы моя родина была сильным, мощным государством. И справедливым по отношению к своим жителям. Я хочу, чтобы в моем государстве была мощная, слаженная работа государственного аппарата. Чтобы она не саботировала решения главы государства, а исполняла их. Так как он предписал. Если глава государства решил дать помощь и ее выделил из бюджета государства, то они должны и обязаны довести ее до граждан. И когда граждане говорят, что до них эти деньги не доходят, это вина чья? Граждан, которые об этом говорят? Или бюрократии, которые эти деньги куда-то девают? Я никого не хочу обвинять. Это мое личное мнение. Но вы согласитесь, вот хотя бы даже по этим безработным. Только на одной республике это получается порядка 200 миллионов рублей. И это же не глава республики делает. Это постановление правительства Российской Федерации. Какой-то чиновник, я не знаю, поменял формулировки. На каком основании он их поменял. И вроде казалось бы ничего. Немножко переставил слова. А перестановка слов привела к тому, что 6 тысяч человек в Северной Осетии безработных не получили деньги, обещанные им президентом. И от этого появляется социальное напряжение. И именно эти люди пришли потом на народный сход. И будут еще приходить. Следующий вопрос, который мне хотелось бы осветить. Вот меня называют, ты вот Алан Паникер, ты алармист, ты сгущаешь краски, нагнетаешь, тебе везде беречатся майданы какие-то, вы все травмированные Донбассом или еще чем-то пересмотрели ситуации, которые происходили в Киеве и по всему миру с этими оранжевыми революциями. Так же вы мне говорите, да? Хорошо. Сейчас я вам процитирую еще одного алармиста, как вы называете. Это интервью, которое позавчера вот буквально дал в газете Аргументы и факты глава Совета Безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев. Вот я вам сейчас зацитирую просто. И вы скажете, кто из нас алармистов. С 2015 года по 2019 российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиардов рублей. Однако, в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности, перечисления через сетевые организации и посредники, что серьезно затрудняет доказательства фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России. В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний при участии в спецслужб. Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаций организаторов госпереворота и его внешних источников. Вот я вам не то же самое говорил, что сейчас говорит уважаемый Николай Платонович Патрушев, глава Совета Безопасности. Это человек осведомленный. Я вам сколько это времени уже говорю? И когда я вам говорю, что я вижу технологии применяемые, это я что, фантазирую, что ли? Я вижу технологии. Я их вижу, понимаете? Потому что их видели уже во многих местах, как это все работает. Это тоже алармист, это тоже паникер. Ну так скажите ему, что он тоже паникер. Я думаю, ему будет интересно ваше мнение услышать. Дорогие друзья, тогда у меня возникает другой вопрос. Я, конечно, никого ни в чем не обвиняю. Я бы сказал, чисто свою точку зрения. И процитирую еще раз Николая Платоновича. Часть местных, политических элит, при этом также извлекала дивиденды от передела сферы влияния и собственности. И у меня возникает вопрос, дорогие друзья, в теме или вдоль уже со всеми вот этими вот товарищами, о которых сказал Николай Платонович? И когда говорится, что больше 4 миллиардов выделены на расшатывание ситуации в стране, как вы думаете, противник никогда видит карту страны, да? Он же изучает точки, где лучше всего нажать, чтобы появились какие-то деструктивные процессы. Вы же это понимаете, да? Это обычная тактика военного искусства, любого. И он смотрит, а как вы считаете, Кавказ не входит в этот перечень? А мне кажется, Кавказ стоит на первом месте в этом перечне. Раскачать ситуацию какого-то Остин-Ингурского конфликта в разы проще, чем войну между Рязанской и Владимирской областью или между Костромской и Ярославской. Вы так не считаете? Какая часть из этих 4 миллиардов рублей и больших сумм оказалась здесь? Какое количество агентов влияния грузинских спецслужб, а под ними американских, работает на нашей территории? А с каким количеством агентов спецслужб, иностранных разведок вы, ездя отдыхать в Грузию и Тбилиси, общаетесь? Я ни на что не намекаю. Это так, мои предположения, понимаете? Алармизм, как вы мне говорите постоянно, паникерство. А вот это тоже алармист. То есть глава Совета Безопасности с ваших слов получается алармист. Либо вы, господа, в доле. Вы уже определитесь. А если вы не в доле и не в теме, дорогие друзья, во что я не хочу, конечно же, верите, ни на что не намекаю, то почему вы бездействуете? Почему вы не спорите опыт людей, которые разбираются в этих всех вопросах? И меня, в том числе, и многих других людей в нашей республике. Я не один тут такой, который в этом все разбирается и понимает. Почему вы на наше мнение плюете и называете нас алармистами и паникерами? Вот уже враг у ворот. И об этом говорит глава Совета Безопасности. А вы ничего не делаете. Хотя говорилось об этом давно. Два года назад, год назад. И можно было заранее предпринять эти меры все. Понимаете? И 22 июня 41 года можно избежать. Один из пунктов, по которому меня постоянно обвиняют в последнее время, что вот, дескать, мы только критикуем, мы это имеем в виду, там, блогеры какие-то, люди, там, общественные деятели, главу республики и никаких хороших вещах не говорим. Я не критикую никогда конкретно никакого человека. Никогда не называю ничью фамилию. Вы это уже тоже заметили. Но, когда вы говорите, что ну человек же строит садики, делает дороги, мне хочется сказать, дорогие друзья, эти садики, эти дороги строятся на деньги налогоплательщиков. Никаких личных денег ни у главы республики, ни у президента Российской Федерации, ни у депутатов, ни у кого нет. У них есть деньги, собираемые с наших, ваших налогов. Это все налоговые поступления, не собирается федеральный бюджет. И с федерального бюджета они распределяются в регионы по разным программам. Бюджетные финансирования, какое-то целевое. Сейчас еще нацпроекты. И в рамках вот этих вот всяких программ, нацпроектов, то есть бюджетных поступлений, люди делают садики, строят школу или еще что-то делают. Они не занимаются благотворительными, они просто выполняют свою работу, свои прямые обязанности. И когда вы говорите, мы должны благодарить. За что благодарить? Когда приходит к вам, не знаю, сантехник и делает вам что-то дома. Вы ему платите деньги, да, зарплату. Вы его что, за это должны еще благодарить? Он выполнил свою работу, он хорошо ее выполнил. И вы это считаете само собой разумеющимся. Это работа этого человека, это его труд. Он за этот труд получает как бы соответственную оплату. Если человека не устраивает его работа, или он считает, что она слишком тяжелая, или она слишком ответственная и забирает у нее много времени и личных сил, то он всегда может ее оставить и заняться чем-нибудь другим в жизни. Понимаете? Я не понимаю вот этого вот, как сказать, страсти, что мы должны за все благодарить. Благодарить за что? За то, что человек просто выполняет свои обязанности? Ну так это его работа. Если он не хочет ее выполнять, он ее может оставить. А если он ее хочет выполнять, тогда, конечно, общество требует, а общество обязано требовать, потому что деньги общества. Это общие деньги, общаковые, бюджетные, понимаете? А то есть, если бы человек с своего кармана взял, достал и построил там, я не знаю, да, конечно, мы все дружно сказали спасибо, но это же все идет за бюджетный день, за наши с вами. И поэтому это немножко вот ложное обвинение, что мы должны благодарить за то, что строятся садики. Мы должны благодарить, не знаю, главу государства, депутатов Государственной Думы, которые бюджет принимают. Они нам эти деньги раздают во все регионы Российской Федерации. А на месте, как бы, обязаны просто эти деньги, как сказать, эффективно использовать. Не украсть там, или украсть, но мало, а главное сделать результат. И все. Просто человек, каждый на своем месте, должен выполнять свою работу. и не требует каких-то медалей особых, орденов. Типа, я хорошо делаю свою работу, дайте мне еще и орден. Ну, мое мнение, что, как бы, если человек не устраивает его работы, или он каких-то дополнительных вознаграждений хочет, он может просто поменять роль деятельности, и все. Самая главная претензия общества заключается в чем? Даже не в том, что там какая-то плитка не очень хорошая на проспекте, хотя сейчас, слава богу, благодаря нашему руководству там в кое-то веки появился нормальную плитку ложат на проспекте мира. Главная претензия заключается в том, что народ не видит будущего. Вы понимаете, будущего? Не видит будущего каких-то рабочих мест, не рабочих мест в сфере обслуживания, а достойных рабочих мест, инженерами, там, я не знаю, учеными, еще кем-то. То есть, интеллектуальный, там, не знаю, высокотехнологичное производство не открывается в республике. Наша республика всегда была этим знаменита. У нас был большой научно-технический потенциал. Вы все знаете, какое количество было разных военных заводов в советское время здесь. И из-за того, что здесь было такое на тот момент технологичное, высокотехнологичное производство, было высокий уровень образования населения. Оно же все вспаяно. Когда высокотехнологичное производство, здесь уже соответствующие кадры, образованные, грамотные люди, мужчины, женщины, там, ребята, девушки. И оно, одно другое подтягивает. Сейчас нам говорят, нам это все производство не нужно, давайте развивать сферу обслуживания. Ну, астины, это не тот народ, понимаете? Вы хотите сделать из своих там сыновей, дочерей, кого-то обслугу, чтобы сюда приезжали какие-нибудь там богатые люди покататься на лыжах? Кто из нас может позволить себе, вот сейчас Мамисон построят, и говорят, да, это вот такой замечательный проект, сто процентов. Но кто на сегодняшний день и житель республики может себе позволить поехать кататься на лыжах, там, отдыхать за эти деньги? Я думаю, мало кто. Соответственно, мы должны быть обслугой на своей собственной земле каких-то там туристов приезжих. То есть, вы этого хотите для своего, как бы младших, для нас там, и для младших для своих? Мне кажется, это не очень хорошая перспектива. Понимаете? А развивать нужно высокотехнологичный производство. Не знаю, погоноремонтный завод отремонтировать, привести его в порядок, там запустить производство. Был хороший проект, например, в Беслане по строительству завода, который будет производить кремний, который используется в компьютерах, в чипах, в микроэлектронике. Это высокотехнологичное производство. Эти проекты все умерли. А развивается что? Только сфера обслуживания. Но мне не хочется, чтобы наш народ превратился в народ как бы вот этой обслуги. Вы этого хотите? Я нет. Но помимо производства, да, вот этого высокотехнологичного и высокотехнологичных рабочих мест, очень важный фактор для любого общества это культура. Вы видите, в ком она у нас в упадке находится. Всякая рожа разного попса это же не культура. Культура народа находится в упадке, мы все это видим. Хотя раньше у нас аржеликиз это была культурная столица Кавказа, у нас была своя киностудия, большое количество театров было. Все это было. И поэтому наш народ был не только образованный, но и высококультурный. Куда это все делать? И все это в комплексе у населения создает впечатление, что не от будущего. Но не от будущего, понимаете? А к чему это приводит в конечном итоге? Вот все вот это, что я перечислил выше, к чему приводит в конечном итоге? Опять приведу сухие цифры статистики, чтобы быть точным. В 2019 году в Северной Осетии родилось на 500 детей меньше, чем в 2018. Понимаете? В нашей республике, в одной из Кавказских республик, по-моему, в единственной, такой низкий процент рождаемости. У нас смертность выше, чем рождаемость бывает. И это вы считаете нормально? Это вот и есть результат всего, что я перечислил выше. Отсутствие перспективы, отсутствие рабочих мест высокотехнологических, отсутствия этой культуры. Все это вместе рождает депрессию народа, коллективную, коллективную депрессию. И народ начинает вымирать. Молодежь уезжает. Вы разве этого не видите? И люди, которые об этом говорят, это все враги. Понимаете? Они враги. Он детский садик построил, а вот он смеет там про будущее рассказывать. Ну кто-то есть враг. Ну просто хочется, знаете, привести цитату одну очень умную, что политик живет от выборов до выборов. А государственный деятель живет мыслями о поколениях. Понимаете? У него горизонт планирования. 50 лет, 20 лет минимум. То есть поколениями человек должен мыслить. А не от выборов до выборов, от назначения до назначения. Вот это и есть единственная претензия. Никто не думает сейчас о будущем. А народ, который не думает о будущем, у него его и не будет. Как результат того, что молодежь уезжает из региона, как результат того, что там общий образовательный уровень в республике падает, мы видим кадровые проблемы. Ведь говорится, почему там разные вопросы не решаются. Ну, наверное, кадровый голод, такое количество коррупционных дел в отношении руководства республики, такое количество всяких скандалов. Это, наверное, потому, что кадры плохие. Или, может, недостаточно квалифицированные. Ну, так, это мое предположение. Товарищ Сталин говорил, кадры решают все. Не деньги решают все, кадры. Когда вам нужно запустить ракету или самолет, вы не считаете, сколько этот самолет стоит. Вы находите инженера, который может его построить. И находите инженера, который самими руками этот самолет могут сделать. Вплоть до токарей, до рабочих, которые могут выточить соответствующие детали. И поэтому, для того, чтобы для строительства самолета, нужны не деньги, а люди. Это большая ошибка. Нынешней монетарной политики, что они думают в деньгах, а в людях, которые могут это что-то произвести на белый свет. И поэтому проблемы вот эти кадровые, они сейчас очень сильно видны. Что мешает провести конкурс? Открытый конкурс на замещение определенных должностей. Не надо на должностей министров или заместителей, но хотя бы на какие-то. Как находить этих молодых людей? Ни родственников, ни своего клана, ни своей фамилии, а именно вот разных. Почему не провести конкурс? Администрация президента же проводит там конкурсы по всей России, лидеры России называются. Почему аналогичный конкурс не попросить их провести здесь? В котором могли бы принять участие все жители республики и все как бы выходцы из республики, живущие в других регионах, которые вынуждены были уехать отсюда. И честно провести конкурс, их поставить на какие-то должности, для начала на небольшие. Ну то есть проводить такую ротацию, создать такой социальный лифт. Кто мешает это сделать? Я не вижу. А это тоже будет часть, это тоже будет вклад в будущее. И завершить хочется просто советом для всех наших людей, которые служат государству, что, как в песне поется, думай сначала о родине, а потом о себе. Спасибо.